Ильдор, привет! Приветствую! Как давно ты торгуешь на фондовом рынке? Если точно вспомнить, это с августа 2005 года. Получается, практически 18 лет. 18 год, да, пошел. Как ты пришел в трейдинг, с чего все началось? Когда работал программистом, помогал бухгалтерам, и попалась газета местная. Тогда еще было, кстати, такие компании, чтобы подключиться на фондовую биржу, можно было тысячу рублей, а тысячу рублей. И плечи давали, что один десяти. Но я подумал, тысячу рублей же не так много. И мы попробовали. Я включил, то есть подключился, попробовал, меня это захватило, потому что затем еще накопил деньги, и еще у меня до десяти тысяч рублей. Зарпата была около четырех тысяч в месяц. Получается, тысяча это не такие маленькие деньги? В те времена, да. Это прям нормально. Но самое, что больше мне понравилось, это когда я осознал, что тут деньги есть. Когда я за один день заработал больше месячной зарплаты. Я помню эйфорию. Я думал, обалдеть, здесь же деньги можно. А спустя какое время после старта это случилось? Это где-то через месяца три-четыре. Я просто удачно с течением обстоятельств поймал движение с плечами по один десяти тогда. Я тут вот, конечно, потом проиграл. Двух дней, все. Но я просто здесь деньги есть. И начал все вот изучать, работать, учиться. Слушай, ну тогда же наверняка был дефицит в информации, в обучении. Этого наверняка не было. Откуда ты черпал эту информацию? Книги Шагера, технический анализ. С книг? Да, все с книг. Интернет, там вообще мало информации было. Свечи какие. Думал, вот сейчас аграрь нашел. Разворотность звезда. Все было по-другому. Серьезно? Раньше это так было. Работало? Да. На данный момент ты продолжаешь активно торговать или перешел уже на другой вид торговли? Нет, уже с 2009 года я живу за счет трейдинга. То есть я больше сейчас ничего не умею делать, кроме как заработать. Ну, трейдинг я понимаю, что ты наверняка там периодически торгуешь. Но это в тот же стиле или это другой таймфрейм? Нет, в тот же стиле. Почему? Да. Я пытался и в средний срок. У меня есть проблема такая, что я даже покупаю акции, я не могу их долго держать. То есть я знаю, где, примерно, покупать точку входа, а где продать я не знаю. Потому что я не знаю, до какой цены акции пойдет. Даже если я вижу какую-то прибыль, там 3-4 процента я сдаю. Вот затем смотришь, через полгода она поднялась там плюс 130 процентов, там 80 процентов. То есть ты боишься потерять нереализованную прибыль? Можно же поставить без убыток там, например, и ждать каких-то целей. Почему так? Потому что, конечно, такая теория памяти. Бывало такое, что даже акция выросла на процентов 40, но думаешь, что сейчас пошло движение. А в течение недели она на эти же цены падала. И какая же мысль возникает сразу? Почему я не продал? Было 40 процентов прибыли. И чтобы не получить такую же опять ситуацию, я просто фиксирую. Когда это происходило, ты тяжело переживал эти моменты? В первое время, да, была такая недополученная прибыль. И затем как раз из-за этого я наступал на ошибки. Почему? Потому что, когда акция растет, думаешь, вот сейчас поймать хорошее движение. Сейчас он... Но затем я заметил, что когда я беру небольшие движения, у меня счет постепенно... Потихонечку? Потихонечку, да. Растет. И на дистанции получается значительно... Да. И затем я начал постепенно как бы трейдинг, то есть небольшие движения. Я когда общался с трейдерами, заметил такую ситуацию, что большинство хотят поймать хорошее движение. Сесть и все, вот там 3-5 процентов, и сидят там, и постоянно смотрят. Я тоже с собой замечал, что я когда сижу в какой-то позиции, я постоянно на телефоне. Постоянно смотрел, мониторил, переживал. Даже когда на обед едешь, все, как думал, за час изменилось. То есть все время у меня эта мысль про акцию была. Все время как бы, ну, в напряжении. А когда ты купил, продал, все, я эту сделку забыл. Ильмир, мы сейчас в Красной Поляне, у вас сюда приехало достаточно много трейдеров. Это какая-то трейдерская тусовка, этот отдых к чему-то приурочен? Да, у нас такая традиция, что мы каждый квартал, месяц выезжаем кататься. То есть это хорошие друзья, товарищи, кого-то обучал, кто-то с нашего города. Ну, мы такую группу небольшую создали, назвали лудоманы трейдеры. И совместно торгуем, и мнением делимся, что кто-то нового узнал, советы даем. И мы очень хорошо дружились, поэтому вот сейчас такая у нас тусовка. Катаемся, наслаждаемся, деньги зарабатываем. В прошлый раз, когда я хотел с тобой встретиться, вы, по-моему, были в Ташкенте. В Узбекистане. Давно вы так катаетесь? Ну, пока начало около двух лет. Мы вот только два года назад потели на лыжи, поэтому тебе тоже рекомендовал попробовать. Это эмоции, драйв, ощущения. Мы с Сашей Павлеем записывали интервью. И там затронули такую тему, что внутридневному трейдеру бывает тяжело отдаются отпуска. Есть риск того, что ты можешь что-то пропустить, упустить. И есть вот этот страх, постоянно он присутствует. И чаще всего так и происходит, когда уезжаешь, что-то довыстреливает. У тебя этот страх есть? Да это не то, что этот страх. К сожалению, об упущенной прибыли можно будет. Но сейчас такого нет. То есть, когда у тебя какой-то есть капитал, сейчас... Да нет такого даже, честно говоря, такого даже не было. Бывает такое, что, например, были такие ситуации. Поехал на рыбалку, а там такой сигнал, который почти стопроцентный. Ну, к сожалению, всех денег не заработаешь, поэтому... Это перестает тебя волновать уже, когда заработал, да? Сейчас, да. Закрыл все свои потребности. Я поэтому даже часто про это проговариваю и говорю, что рынок всегда дает возможность заработать. Не сегодня, так завтра. Не завтра, так послезавтра. Самое сложное – это умение ждать. Просто ждать. Сигнал всегда. Бывают даже такие моменты были, которые, как я говорил, вместе мы сидим. Ну, нету как бы там... И что ты пытаешься сделать? И наоборот, когда что-то пытаешься сделать, ты наоборот больше получаешь убытки, лишние движения, комиссии. Торопишься, и тебя рынок наказывал? Ну, необходимо просто сидеть, ждать. Но самое сложное – чем заниматься в этом моменте? Ты ведь в этот момент за монитором, и все постоянно время. А как ты... Чему ты уделяешь время, помимо торговли? Когда ждешь сделку? Сейчас какие-то фильмы смотришь, полглаза смотришь. Сейчас вот недавно с парнями в квартире торгуем. Купили футбол. Футбол? Футбол. Игры гоняем. Ну, так отвлекаетесь. Да. Если вы хотите научиться торговать на московской бирже или на крипторынке, то проходите по ссылке в описании на сайт logcap.ru. Там нажимаете кнопочку «Стать трейдером» и оставляете заявку. С вами свяжутся либо посредством почты, либо звонком по телефону. Также вы можете написать нам в ВКонтакте в сообществе logcap и задать все интересующие вас вопросы. Продолжим. Давай поговорим об ЛЧИ. Какая мотивация у внутридневного трейдера участвовать в этом конкурсе? Это соревновательный дух или что это? Если честно, какой-то даже мотивации не было. ЛЧИ вроде с шестого года или с седьмого года как-то началось. Я вот не помню. Там многие даже выступали, помню. И вот почему-то я решил в 14-м году поучаствовать. Это просто спонтантное решение? Да, просто спонтанное решение. Хорошо, первый раз – окей. А если дальше? У тебя пять раз победа. Я удивился, что первый раз я выиграл среди всех трейдеров. То есть я подумал, что… Надо закрепить. Ну да, что я не такой плохой трейдер. И начал постепенно тоже участвовать. Ну только на акциях, на фичерсах нет. За три месяца ЛЧИ. Три месяца идет конкурс? Да, три месяца. Ты совершил в среднем 7 тысяч сделок за период. Это чуть более 2 тысяч сделок в месяц. Или чуть больше 100 сделок в день. В среднем. Это очень грубая статистика, но в среднем. Здесь вопросов никаких нет. То есть это типичный классический внутридневной трейдинг. Да. Или, как его называют, скальпинг. Вопрос. Из чего складывается торговая стратегия? Что ты делал? Просто бывает так, что нет ситуаций для отработки. Но у тебя в среднем получается так, что постоянно сделки. То есть постоянно что-то совершалось. Из чего складывается? Да, стратегия. У меня несколько закономерностей. Я не торгую только, например, допустим, по тренду. У меня есть там, когда волатильность большая, от плотности стакана торговал. В уровне пробоя торговал. И то есть всегда что-то появляется. То есть когда ты только по одной стратегии торгуешь, ты только ее ждешь. А здесь у меня было около там, на тот момент, если не соврать, где-то 7-8 стратегий даже доходило. И постоянно что-то встречалось. А в те времена рынок был очень интересный, волатильный. Движения были. То есть и ликвидность была. Не как сейчас. Но сейчас, да, ликвидность стадает. И складывалось из-за того, что я брал небольшие движения. И многие даже когда там писали, что до них все комиссия съела, комиссия, ну, они считают в общих чертах. Но когда там по-другому, то есть, да, комиссии съедало. Где-то комиссия съедала примерно около 20% от прибыли. Но когда многие считают, они говорят, что там прибыли нет. Я никому ничего не доказывал, потому что, ну, все равно, как бы, нет, это по-другому. Затем у меня была фикс-комиссия. А когда там, то есть, больше сделок, вот даже сейчас у меня фикс-комиссия. Я могу очень много сделок сделать, а комиссия 30 тысяч в месяц. Какой-то фикс от брокера, он предоставляет тебе возможность экономить на комиссии, если ты платишь 30 тысяч. Да, мы, конечно, не всем дают. Они дают от оборота и какой-то оборот, какой капитал, да, как можно говориться. А какой софт ты используешь для торговли? Квик. А, на квике? Да, только квик. И удобно тебе? Очень. Там ты подключаешь стакан? Стакан? Или по стакану? Стакан, график и все. То есть, график цена акций, да, все говорит на себя. Каких индикаторов я не использую? Можешь вспомнить, к примеру, 2021 год, где ты совершил аж 17 тысяч сделок за период. Что там было такого, что ты, ну, столько сделок сделал? Ну, как сделки сформируются? Бывает такое, что, например, допустим, я купил тысячи акций, ну, тысячи бумаг, но из этих тысячи бумаг там прошло 130, так сказать, сделок разных у людей купил. И поэтому считается, что 130 сделок, а на самом деле это была такая, одна заявка, то есть от нас, ну. А, я понял, то есть он так считает, как бы не в круг сделку, а именно по заявкам. Да, поэтому кажется, что, например, я по рынку вхожу, то есть я собираю какой-то там, ну. Я понял. 5-6 копеек, например, акций. Я, в основном, сейчас по рынку вхожу. Я никогда вхожу. Как не делаю? Постал заявки и жду, когда моя цена дойдет, я всегда вхожу по рынку. А сейчас это дорого? Сейчас, да. То есть уже приходится регулировать объем входа. Сейчас так не получается. Сейчас адаптируешься под новые реалии московской биржи? Или все еще по старинке по рынку? Нет, сейчас даже, наоборот, интереснее даже. Чем больше денег, тем интереснее манипулировать чуть-чуть бумагами. В плане, в каком? В плотности. Есть нюансы. А, есть нюансы. Я понял. Хорошо. Вернемся все-таки к 2021 году. У тебя там 1300 процентов. Да. К счету. То есть это, там, по-моему, счет у тебя был в районе 150 тысяч. Ты сделал 1300 процентов. Это какая-то там была какая-то прям супер идея? Что-то конкретное торговал? Сургут. Нефтегаз. А что его? Разгоняли? Вот как мы недавно с собой общались. Она пошла вверх. Никакой информации нет. Никакой новости нет. А Сургут любят так. Он как-то сам по себе. Да. И просто там каком был момент идеальный для меня как бы бывает. Что, например, допустим, акция выросла на процентов семь и консолидируется. Да. Три-четыре часа. Ну, то есть такое накопление. Да. Прям видно. Ну, и когда начали пробой, я просто на все плечи входил. Классика. Классика. Это все работает. То есть не надо ничего усложнять, это все работает. Да. Я помню 21-й год. Сургуты как разгоняли. Было очень весело. Там что-то обычку, по-моему, несколько дней планки у них были по Сургутам. Это просто вот я как раз эти движения люблю. И на этом просто я вошел в движение. Но я входил с плечами. Один там давали один пяти. И вот поэтому за счет этого счет хорошо разогнал. Я просто не знаю, как это происходит в Волчии. Но, например, условия твои, вот, того, что ты зашел на этот конкурс со 150 тысячами, и, допустим, другой трейдер зашел на этот конкурс с полутора миллионами, вы в одной весовой категории? Нет. Просто у вас же, получается, разные проценты к счету. Да, разные проценты. Там какой стимул? Выиграть первое место. Получить как бы приз. Ну да. И по правилам биржам вот 100 тысяч. Есть там, конечно, и капиталиста от трех миллионов. Тогда был счет от миллиона. Счет с трех миллионов можно разогнать там с миллиона в полтора миллиона. Но это за три месяца намного сложнее, чем от 100 тысяч. Потому что полтора миллиона, когда входишь с пяти плечами, это уже где-то будет около 7-8 миллионов, ты уже начинаешь что акцию толкать? Проскальзывание бывает. А когда ты входишь 100-150 тысяч с плечами, 500 тысяч, ты даже, ну, особо не влияешь на акции. Ты входишь по более выгодной цене. И 100 тысяч намного легче, быстрее разогнать. Вот, об этом и речь. Если это легче сделать, то... Для меня легче, но не у всех так. Многие от 100 тысяч. Тут вопрос о справедливости. То есть как считается? То есть твои 100% годовых и 100% годовых у того, кто начал с миллиона. Это же совсем разные суммы и справедливее, если он, допустим... Он также мог от 100 тысяч начинать. Я понял. Ты говорил в одном видео, что торгуешь интерес. Что ты имел в виду и как ты торгуешь этот интерес? Интерес – это когда происходит какое-то очень сильное движение по какой-то либо акции. Ну, это вот пример как раз Сургут. Да, есть интерес в его бумаге. Или, например, допустим, вот недавно взлетела акция «Ленэнерго». Обороты больше миллиарда. Плотность стакана. То есть движение. То есть за каждой копейкой борьба. А когда обычный день, у него как бы даже оборотов нет. То есть даже сложно какой-то объем войти. То есть я вот как раз торгую такой интереской. То есть когда какой-то бумаги есть хорошее движение. То есть ключевой момент – это волатильность в инструменте, какой-то новостной фон. Процент роста, да. Может новостной фон, может какой-то там, допустим, «Байбэк» выкупили. Или там объявили «Дивы». Дивиденды тоже очень интересная ситуация. Ты участвовал, когда объявили дивиденды по «Газпрому»? Когда он сразу взлетел? Нет. Там нет. Я поймал как раз только один момент. Это как раз было второй раз, когда сказали, что будет. Что возможно мы еще объявим дивиденды. И она сначала поднялась на 7%. А потом как? Я еще купил тоже приличный объем, почти на 30 миллионов. Я еще даже больше купил. Но какие-то сомнения и продал. И вот на другой день. Это мой самый большой рекорд. А, то есть ты купил, когда произошел уже пролив? Нет, да. Затем же другая новость пошла еще. Что возможно, как бы дивиденды. Но это было пост торгов. А как раз самое интересное, когда происходит пост торгов. Почему? Потому что на другой день происходит сразу планка. Когда максимальное ограничение 10% по акции. А тут просто повезло, ну не то что повезло, там была система, сигнал. И я вошел в позицию. И удалось хорошо заработать? Это мой самый большой рекорд. Расскажи о своем риске в сделках. Какой у тебя риск менеджмент? Я смотрю по ситуации. То есть, ну предположим, допустим, у меня там 10 миллионов. Я вхожу на 10 миллионов могу не войти. Вхожу на миллион. Два-три. То есть у меня уже в голове, какой я готов, где убыток получить. В случае чего, если пошло против меня. Многие ставят стоп. Я стоп не ставлю. Я стоп, я уже для себя знаю, где я буду выходить. И просто вручную выхожу. Это стоп для тех людей, которые… То есть только руками? Да, только руками. Стоп это для тех людей, которые… Не могут вручную закрыть позицию. У них начинается сразу надежда. А возможно. Потому что еще самое главное, вот тоже вот. Общаемся и с друзьями, трейдерами. Часто же такое бывает. Купил, а она вниз. И через минут там 15-20 снова пошла вверх. Да. Один-два-три. И вот так четыре раз попадает. Он думает… И на пятый раз покупает, а она вниз идет. И думает, все, я дождусь. Сейчас опять думаю. Она все ниже, ниже, ниже. На другой день начинается и все. Поэтому независимо. Пускай даже пять раз, шесть раз. Но лучше закрывать позицию. Эта система, возможно, если ты работаешь как раз-то… Ну, что называется, не заливаешь позицию. Да. Да. Если вот ты работаешь таким каким-то… Да. Если, по-моему, против меня, я не усредняюсь. Как бы, ну, если вижу, что против меня пошло. Некоторые бывают усреднятся, но… А какое тогда соотношение получается, если ты допускаешь какой-то вот риск, например, там, не знаю… Ну, там в среднем где-то бывает даже 0.3, 0.4, 0.5, 1%. Я смотрю, какая волатильность. Один процент соотношения… От сделки. Нет, я имею в виду соотношение риска-прибыль. То есть, один процент убытка, один процент прибыли? Где-то, допустим, 0.3, 0.5% убытка. А потенциал роста тогда, ну, если мы от ланга работаем? Может быть, так же. То есть, один к одному? Один к одному, может быть. Но там, говорю же, там необходимо смотреть ситуацию и стакан. Об кого я могу это выйти? Откуда ты родом? В Сатарстану. Город Бавлы. Маленький такой городочек есть. Население 20 тысяч. Не было никогда желания перебраться куда-нибудь подальше? В большой город, в мегаполис? Честно, таких почему-то нет. Были какие-то моменты, но затем ты начинаешь осознавать, что дом лучше. Ты все знаешь. Когда уже появился заработок, разве не хочется? Знаешь, где развита инфраструктура, много всего есть? Был такой, но сейчас, знаешь, как я понял, что не важно, где ты живешь. Рядом-то родители, близкие, родные. Дом купил, а путешествие сделает. Сейчас запустим мы в Сочи, в прекрасной погоде. Поехал на 11 дней на месяц. Отдохнул, насытился и домой хочется. А какое у тебя образование? Высшее экономическое. Но это не помогло в тренинге. Не помогло. Это был следующий вопрос. Вообще никак. Диплом на работу защитил по фондовой бирже акции. А, у тебя вроде дипломка такая была? Ну, значит, все-таки есть. Да, это где-то был восьмом, кажется, скандал. Я еще выбрал сразу специально фондовый рынок акций. И учителей всех загрузил. Я даже больше знал, чем они. А вообще трейдеру, которые торгуют внутри дня, как ты думаешь, это нужно? Высшее образование? А оно вообще-то может помочь? Как-то даже мы с собой общались. Разы кто-то электрик пришел, у кого-то там на медицинское образование. Кто-то вообще просто автослесарем работал. Кто-то просто экономически высшее. Как-то у меня один такой момент. На конференции один мужчина подошел. И такой вопрос задал. Я являюсь, говорит, кандидатом экономической наук. Я, говорит, такие формулы знаю. То есть, я, говорит, думал, что я познаю рынок и просто порву его. Ну, то есть, думал, что там пойму. А ты, говорит, там еще какая-то работа. Программист или экономист. Зарабатываешь. В чем секрет? Ведь, неважно, самое главное, как раз в чем секрет. Учиться на ошибках. Делать выводы. Закономерно следовать системе. И будет результат. Я задавал этот вопрос Антону Клифцову. Если не смотрели интервью, обязательно посмотрите. Как ты считаешь, есть ли параллели между трейдингом и спортивным бэкграундом? То есть, какими-то спортивными достижениями. У тебя есть такой бэкграунд? Нет. К сожалению, такого. Нет. Но как ты считаешь, у тебя есть знакомые, кто преуспел в спорте? Я сейчас об этом и думал. И даже у кого-то оно есть. Среди твоего окружения нет. Среди моего окружения такого нет. Странно. Может быть странно. Можешь дать совет начинающему трейдеру? Что делать обязательно? И чего лучше не делать? Лучше сначала забросить небольшую сумму денег. Пятьдесят тысяч. И вот его просто. Попытайтесь его разогнать. То есть заработать на счет этих денег. Пятьдесят тысяч без плечей или с плечами? Без разницы. Пускай с плечами. Может без плечей. Пока он даже до ста тысяч не разгонит, то он, поверь, даже, как я говорил, тоже с миллион и миллион не сделает. Сначала необходимо научиться с небольшой суммой зарабатывать деньги. Как я говорил, там тоже у меня ситуации были. Вроде пытаюсь заработать, но не получается. И я тоже так же сделал. В свое время, когда начинал. Там мало у меня денег я доносил. Там как бы больше хотел заработать. Думал, чем больше, тем больше заработаю. Да, я сталкиваюсь с такими трейдерами, которые мне пишут и говорят, вот я не чувствую. Я вот торгую и не чувствую, что я зарабатываю. То, что они там зарабатывают, не знаю, сто двести, пятьдесят, пятьсот рублей. Но это не деньги. Возможно, у кого-то там свой бизнес был, они зарабатывали большие деньги. И они пытаются закинуть большой капитал, там сто, двести тысяч. И, как правило, почему-то, вот по статистике все сливают. Ну, потому что у них нет системы. Нет системы, да. Самое интересное, даже мало знать систему. Не обходить ее применить. Не обходить еще придерживаться правил. Это по системы. Да. Не отходить. Как только отошел с системы, тебя можешь просто наказать. В свое время так было. Я только из-за чего могу получить убытки из-за того, что там какой-то новостный фон. Или, ну, бывает такое даже на рынке. Бывает, когда месяц нет сигналов. Был такие. Ты сидишь и ждешь движения. А нет, и все. Видите, скучно сидеть. И ты пытаешься что-то делать. Побеждает тот, кто умеет ждать. Это самое сложное. Я по этому даже всегда говорю, самый сложный трейдинг – это умение ждать сигнал. А бывает такое, что когда сигналов нет, ты берешь, что делать, и начинаешь торговать. Что-то пытаешься, и убыток поймал. А в итоге раз, через три дня, три-четыре дня, появляется сигнал. Ты вошел в сделку, но ты уже не зарабатываешь. Ты отбиваешь тот предыдущий убыток, который ты входил бессистемно. И вот ты опять в нуля. А самое сложное – если бы ты ничего не делал, ты бы наоборот тащил. Что-то. Чего лучше не делать? Самое главное, то есть, чего не нужно делать, я наоборот сказал даже больше, что нужно делать. Учиться. Сейчас всех почему-то не любят. Околорыночники, околорыночники. Обучают, обучают. Они зарабатывают за счет обучения. Да, есть такое, можно и заработать. А почему нет? Почему ты к этому негативно относишься? И я даже поэтому, что хочу даже больше сказать, не жаляйте деньги на свое образование. Бывают даже такие моменты, вот только когда обучался и что-то новое узнавал. Который вроде бы потом, как даже такие мысли были, действительно, это же перед глазами у тебя было. Ты просто на этот нюанс не обращал внимания. Как, например, раньше было, там, точки аукциона. Которые даже мне обсуждали. Это можно на смарт-лабе, помнишь? Может, было такое даже. Никто не знал, что есть в точке аукциона. Я не видел этого. Это еще даже появилось, даже на смарт-лабе было опубликовано, сейчас с 2019 года появилось. Эти точки аукциона были на графике. Но биржа их не показывала, как бы, ну вот, на графике. Только затем появился столбец. И многие это не знали. А раз не знают, значит, думаешь, что я переливальщик. То есть я, как бы, переливаю с одного счета на счет. Но почему-то даже, как начал спорить, я говорю, попробуй так сделать. Перелить с одного счета на другой. И какие у тебя будут убытки на втором счету. А в чем идея переливания? Показать результат. И потом, как бы, я буду обучать людей. Развести людей на обучение. А, то есть кто-то думает, что ты переливаешь с счетом на счет. Переливаешь, да. Все, я понял. Я открывал несколько счетов. Да. И такой результат показывал. Все, я понял. Я просто не понял, что ты сначала сказал насчет того, что вот была какая-то такая система, можно было переливать. Поэтому и задал вопрос. Какие инструменты могут помочь начинающему трейдеру в прогрессе? Что нужно ему обязательно делать изо дня в день, чтобы прогрессировать? Я даже недавно братишке говорил, не каждый поймет, но наблюдать. То есть даже когда, например, ты начинаешь торговать в акциях, то есть необходимо наблюдать. Это как даже объяснить? Не просто тупо смотреть на график. То есть даже у тебя что-то не получается. Но когда ты торгуешь, что ты пытаешься сделать. Как-то Герик сказал. Есть такие закономерности, которые ты знаешь, как можно, ты знаешь, когда входить, заработать. Но невозможно формализовать его в робота. И тут также, к чему я веду, что здесь необходимо наблюдать, вот как себя акция ведет, как себя рынок. То есть необходимо за графиком, за стаканом наблюдать. Индикаторов я не советую. Я еще не видел, не знаю, кто-то использует индикаторы. Я все индикаторы попробовал, испытал, протестировал, меня не нашел. Если кто-то заработал, зарабатывает на этом, но может что-то я не углядел. Для метра хватает. Хорошо. А что может помочь в наблюдении? То есть, я так понимаю, нужно делать анализ? Необходимо пробовать, взять горизонтальный уровень пробоя. Почему именно горизонтальный? Потому что видишь четко цену входа. Я не использую диагональную, потому что там более размытая цена входа. Я использую более горизонтальную. На этом и необходимо просто ждать и смотреть, как себя ведет. Например, необходимо смотреть после пробоя, есть ли крупные заявки, об которой может остановиться. Бывает, например, допустим, предположим, Сбербанк. На 160 уровень пробоя формируется там в течение. А на 160 рублей 10 копеек стоит еще 160 тысяч акций на продажу. То есть, я что делать, я не буду входить. Потому что мне это уже большая заявка смущает. А если будешь входить на пробитие этой машины? Да, а когда бывает, еще замечаешь, когда там стакан 20, видишь, что после пробоя стакан такой полупустой, потому что по уровню пробоя айсберг заявки не было. И такое тоже бывает, попадается. Ну да, бывает, неприятная ситуация. Еще из инструментов, что можно посоветовать? Ты когда-нибудь ввел там запись экрана, потом просматривал, либо ввел дневник? Да, кстати, дневник нет. Потому что пытался ввести. Я потом это не понял, потому что когда я вошел в сделку, продал, я про эту сделку забыл. Не знаю, может, у меня по-другому. Для меня это ничего не играло никакой роль. Потому что знаю, из-за чего я получаю убытки. И все знают. Самый интерес, все знают, но никто не работает в этом направлении. Пересиживание. Опять же, ты знаешь уже сейчас, спустя долгие-долгие годы торговли. А на начальном этапе это же сложно все уместить в голове. Да, и поэтому тоже многим говорил, введите тоже equity. Свои я начал ввести в Excel. Эквити в Excel. То есть, ты торгуешь, и если ты видишь, что твой счет вверх видит, значит, что-то ты делаешь неправильно. Как избавиться от просадок? Необходима система, рабочая система. То есть, она должна быть формализована? Я даже когда обучал людей, у многих не было стратегии. Я говорю, как ты торгуешь? Есть стратегия закономерность, на чем зарабатываешь? Нет. А торгуют 3-4-5 лет. Они пытаются, но нет рабочей стратегии у многих. У них там, допустим, бычье поглощение, что-то такое по-другому. И большинство торгуют по предположениям. Ну, например, допустим, вышел новостной фон, а сейчас будет СВО, сейчас рынок будет еще ниже. И начинаешь шортить на опережение, сейчас будет второе, сейчас скажешь, мобилизация, и начинаешь шортить. А рынок почему-то вверх и вверх, и начинает. Ты сказал, что когда ты торговал на ЛЧИ, у тебя было 6-8 торговых систем, стратегий. Да. И это было все прописано где-то? У меня это прописано, да. То есть формализовано? Да, у меня прям шаг был формализован. В какое время входить, на какой объем входить, когда даже лучше пропустить. Например, бывает, что встречать закономерность, но лучше его не входить. Угу. Где стоп? Переносить на ночь или нет, как бы вот. Риски есть. А как увеличивать торговые объемы? Как ты это делал? У тебя есть какая-нибудь система? Предположим, 50 тысяч. Ну, 100 тысяч. Постепенно заработал до 150 тысяч, ты можешь еще 50 тысяч закинуть. Вот 5-200. С одним плечом это 400 уже. Заработал, может, до 400 тысяч. Может, я бы закинул еще. То есть постепенно увеличивал. Так, то есть... Да, то есть я разгонял счет. То есть я пытался тоже сначала большими деньгами, потом снимал. Не понял насчет закинуть. То есть положить... Предположим, допустим, 100 тысяч, ты заработал 50, то есть у тебя на счету 150 тысяч. То есть ты уже, если ты видишь, видишь, что у тебя не так 150 тысяч заработал за одну сделку. Да. А каждый день какие-то там 2 тысячи, 3 тысячи, 5 тысячи прибыль. То есть... Положительная динамика есть. То есть ты можешь как бы еще довести деньги. Небольшие суммы. Не миллион сразу, а постепенно увеличить объем. Ну, ты же входишь, наверное, в позицию не на весь счет, который... На весь счет тогда входил. Да, даже с плечами ходил. И сейчас даже у меня колебания, там большие колебания. То есть даже... Я помню раньше мы с друзьями, помню, зарабатывали за месяц 120 тысяч. И счастливы ходили бувлинг отмечать в конце месяца. А сейчас у нас колебания в день просто 150-300 тысяч. Это сумма. Да, это сумма. Не понял насчет увеличения объемов. Есть какая-то система, чтобы постепенно это делать, а не... Ну, допустим, у тебя 150 тысяч, твой рабочий объем. Доложил еще, ладно, пусть будет 200 тысяч. Допустим, на следующей неделе ты уже работаешь 200 тысячами. Да, уже. Я использую там одно плечо. Это не сильно агрессивно, как это сказать? Да, не обязательно. Нет. Но необходимо, самое ключевое слово был, динамика положительная. Ты должен постоянно как бы, то есть заработать. Чтобы ты понимал в целом движения, которые происходят сейчас на рынке. Все верно. Я сам не замечал, что у многих трейдеров нету, которые даже торговали. У них нету системы. Если даже есть, то они как бы не передерживаются. Когда у тебя сформировалась какая-то торговая идея, и тебе нужно набрать большую позицию. Угу. Как это делается? Как ты это делаешь? Как делается? Да. Ну, ты заходишь сразу всей пачкой, либо это ты делаешь, набираешься по ходу движения. Я смотрю стакан. То есть, когда я вхожу в сделку, я сейчас смотрю стакан, об кого я могу уйти. Угу. В случае чего? То есть, в случае того, допустим, если пойдет против меня. Например, допустим, предположим, у меня 10 миллионов, я могу на 10 миллионов войти. Но я эту акцию могу поднять на… Полпроцент. Полпроцента, 1 процент, там, особенно по второму эшелону. Угу. Тут же смотришь на стакан. Я вижу в стакане, что могу пойти на 3 миллиона или на полтора, и при этом посмотрю, об кого еще можно внизу уйти. Допустим, в стакане цен у нас там 300-500 тысяч алатов, а ты заходишь там, ну, словно на 5 или на 10 тысяч в позицию. Такого не случается? Нет, такого нет. То есть, ровно… Как бы ты не выделяешься в стакане, да? Сразу не выделяешься. Так что вы не просаживаете цену. Я понял. Ну, такие были моменты. Я входил по большему объему, то есть увеличил риски. И затем, когда даже, допустим, шло против меня, и когда я начинал закрывать, то этого объема не хватало, об кого закрыться. Я еще при этом начал что делать? Давить акцию вниз. Ну, да. И у меня убыток больше. Да, у меня тоже случались такие ситуации. Поэтому я регулирую объем входа. То есть, я не вхожу на офисе, допустим, на весь депозитивный, но не верен. Я, если честно, даже давно, в последнее время давно не входил на весь объем. Всегда же хочется побольше кинуть? Или у тебя уже такого нет? У меня такого нет. Такого нет. Чтобы прям загрузиться так, чтобы… Сейчас нет. Сейчас я просто наслаждаюсь. То есть, я так, как объяснить. Сейчас это как-то более такая оппозиционная торговля. То есть, я жду движения. Чтобы войти в хорошем объем. Сейчас же так рынок изменился очень. Сам, может, заметил, что даже движения какого-то нет. Даже с какого-то движения, то 0,5-1%, 1%. Вялый рынок. И поэтому я жду какой-то интерес. Какой-то либо бумаги. И там работаю. То есть, широких движений ты стараешься не вытягивать? Это больше такой скальпинг? Да. То есть, даже сделка может быть примерно там полторы-две минуты. Может быть, там пять минут. Купил, продал. Все. 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 Статистика жесткая и жестокая среди тех, у кого получается, у кого не получается. Как считаешь, почему тебе удалось пробиться, так скажем? Череда таких событий, этих жизненных ситуаций. Как ты даже слышал, почему только ты делаешь выводы тогда, когда тебе плохо. Когда ты там что-то в компанию обокрутилась, или что-то тебе кто-то кинул, или кто-то, например, кому-то долг дал. И зачем ты думаешь, какой у тебя вывод делаешь? Мне давать ему долг. И вот со временем, как раз ты делаешь выводы, ты постепенно начинаешь расти. Я поэтому даже когда учил людей, говорю, делайте выводы. То есть, например, ты там торгуешь, собираешь статистику, и многие на одни и те же грабли наступают. А если знаешь, например, усреднение это может тебя закопать, так зачем ты снова усредняешься каждый раз, пересиживаешь. Гром летает. Да. Нас снимают. В последнее время стало популярно обращаться к психологам по всевозможным вопросам, и трейдеры тоже это делают в последнее время. Как ты к этому относишься? Был ли у тебя такой опыт? Нет. Такого у меня опыта нет. Потому что я самое интересное говорю уже. Каждый, знаете, из чего получает убыток. Например, он купил акции и получил убыток. Я спрашиваю, ты знаешь, из чего получил убыток? Они говорят, да. Почему ты не работаешь в этом направлении? И психологи даже говорят, как сейчас, согласен с этим выражением, что у тебя были сделки, и у тебя, например, как очередание убыточных позиций сделок, тебе необходимо уйти на один, на два, три дня отдохнуть. Как считаешь, ты… Отойти от компьютера? Да. Я не согласен. Я считаю, что ты, наоборот, должен через это пройти. Ты должен это проторговать. Эмоции негативные. Ведь уходя из этих эмоций, ты просто… Как бы… Ты не прорабатываешь эту ситуацию. Ты ушел и снова возвращаешься в ребенок и опять-таки живешь. А ты должен через это пройти. А вот ты говоришь, надо делать выводы. Возможно, психолог и как раз-то помогает разобраться в каких-то проблемах и неудачах, если они возникают. Просто человек не всегда сам может разобраться, в чё и что не так. Может быть, согласен. Но я не знаю. Потому что не обращался ни раз к психологу. Не обращался ни только. Я слышал, что в Америке есть как бы там такие психологи, которые именно трейдеры. А у нас, в России, таких нету. Есть. Есть? Да. Ну, не слышал. А у вас есть офис в твоем городе? Да, у нас… Как бы мы сняли квартиру с друзьями. Тоже, которые некоторые тоже уволились с работы. Достигли наивысшую точку. Много у вас там? Ну, человек 7-8. Да, вот так. А какую роль вообще играет команда в становлении? Играет ли? Да. Помогает ли как-то? Вот он трейдер какой-то. Он одиночка. Я в свое время, когда торговал, я все время сидел. Один. Не хватает что? Живого общения. Да. И по одной теме, в которой мы разбирались. Бывает, что кто-то знает лучше экономику, кто-то разбирается в дивидендах. И постепенно, когда в компании, ты наоборот лучше помогаешь, какие-то советы даешь. Может, что-то ты упустил. Кто-то что-то другое сказал, но при этом мы не навязываем мнение свое друг другу. То есть мы даем какие-то советы, что-то там кто-то что-то знаметил. Общение. После всего, когда я думал, что общение. Торговая эффективность от этого выросла? Как ты считаешь? Да. В чем-либо, да. Не во всем, не во всех ситуациях. С другой стороны, общение иногда отвлекает от бездумных сделок, да? Нет. Смотри, как у тебя система. Ты же не все время на рынке. Иногда, например, ты смотришь, вот ты не знаешь, кстати, как я говорил, бывает такое, что два-три дня, может целый день сигнал пнуть. Не то, что сам с собой уже не может говорить. А так мы сидим в компании, общаемся. Я об этом и говорю. То есть вы отвлекаетесь от рынка и лишних сделок не совершаете? Да. Вместе развиваемся. То есть трейдинги. Помогаем. А сейчас ребята, которые с тобой, вы все сюда приехали? В основном, да. Не все, но часть нас, половина здесь. А у вас там кто-то из Москвы, из Питера. То есть часть приехала, а кто-то из других городов. А у вас как-то есть удаленная еще коммуникация? Нет, у нас просто общая группа такая в телеге. И мы общаемся, да. А бывает так, что созваниваетесь и вместе торгуете? Нет, нет, нет. Такого нет. Как долго длятся сделки у тебя на данный момент? От полутора минут до 15-20 минут. А так, чтобы удерживать позицию часами или днями, случается? Часами нет, нет, не получается. Вроде это и минус, но с другой стороны и плюс. Не получается как-то психологически тяжело? Да, психологически. Потому что для меня, когда какие-то колебания вверх-вниз, для меня это сложно. Лучше, если я вошел в сделку, поймал какой-то импульс, я просто беру импульс. То есть, например, за день акция выросла на процент, допустим, 10-12, для меня даже хватит 1%. Достаточно. Да, но если в году 52 недели, даже если 1% в неделю зарабатывать, это неплохо. Но ты сказал, что у тебя риск получается один к одному. Почти бывает в некоторых нюансах. Это не во всем. То есть, надо смотреть на стакан, об кого, как говорил, могу идти. Уровни, где, например, лишь какого-то уровня стоп. Это максимум один к одному. А в среднем, как думаешь? Ну, в среднем, если так посчитать, где-то полпроцента убыток могу получить. А прибыль? Ну, от 0,5 до 1% тоже. Может быть, один к одному. Один к двум, получается? Да, где-то так. Один к двум, один к двум. Небольшое соотношение, на мой взгляд? Мне хватает. Хватает. Если, например, даже я вошел в сделку, допустим, 5 тысяч бумаг по Сбербанку, 10 тысяч, даже 10 тысяч, заработал 40 копеек. 40 тысяч мои. Для баллов 40 тысяч может жить в месяц. Ну да, да. Я именно вот так рассуждаю, что эти деньги может пожить в месяц. Потихонечку собираешь, собираешь, и оно... Да, за ручкой собирается река. Мы вот снимали интервью с Андреем Лугуновым как раз. И у него такой же стиль торговли. По чуть-чуть, по чуть-чуть собирать, и у него вот скапливается достаточно неплохой профит за месяц, ну, за период, так скажем. Вот. А в мое время, когда мы начинали, там, я начинал, и еще там многие трейдеры, у нас почему-то сформировалось такое понимание, что надо загрузить, загрузить побольше, побольше вытянуть. Раньше такое было у меня тоже поэтому. Тоже было? Да, потом. Как я говорил, что уже. А потом заметил, что затем, что я беру небольшие движения, и у меня счет постоянно растет. То есть это мудрость? Нет, не знаю, что такое. К этому мы должны прийти. Может, опыт. 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 А какая у тебя сейчас основная площадка? Ты торгуешь фондовый срочный? Только фондовый рынок. Только фондовый? Да, тоже. Мне хватает. Вот. То есть я раньше и на Америке торговал, и крипту, все. А сейчас, может, я постарел уже. Как-то уже такой более, как… А как сложились отношения с криптой? Не понравилось? Нет, наоборот понравилось. Ну, просто сейчас их вывел из-за того, что там пошли ограничения какие-то, что могут заблокировать, ну, и зайти. Поэтому сейчас я вывел из части. Ну, что вернулось… А давно торговал ее? Когда начинал? С семнадцатого года. С семнадцатого, прям? И когда я там тоже хорошо вошел, с трехсот тысяч там, ну, почти, может, там за два-три месяца, заработал там почти около трех миллионов. Разогнал. На рублях? Да. И когда еще биткоин был, тысяча рублей, помню, я еще покупал. Хорошие движения были. Собираешься возвращаться торговать ее? По ощущениям нет пока. Может, все может измениться. Мне хватает наш рынок. Мне кажется, что трейдер всегда старается прогрессировать, эволюционировать, растить рабочие объемы. Ты сейчас продолжаешь это делать? На какой стадии? Какие у тебя рабочие объемы сейчас? Сейчас такой рынок, как объяснить? Мы даже как с товарищами общаемся, тоже с трейдерами. Мы сейчас познали рынок весь. То есть что-то новое уже нету. Может, только есть какие-то там, допустим, фондовая биржа, какой-то ведет, какие-то там новые какие-то функции. Тогда что-то может взамен. Например, как, допустим, вечерняя сессия, утренняя сессия появилась. Мы там тоже дошли какие-то закономерности. На что можно зарабатывать, как можно там. А так сейчас мы уже все разобрали, что даже для нас каких-то таких секретов нету. А какие рабочие объемы у тебя сейчас? То есть по-другому сказать, что у нас для меня сейчас пока потолок. А, ты уперся в потолок. И поэтому сейчас мы просто пожинаем плоды. То есть мы зарабатываем, как нам хватает. То есть из всей информации, что мы узнали, знаем. Используем. Вот столько. А как думаешь, какие перспективы у фондового рынка? Что-то изменится? Я понимаю, что сложно как-то прогнозировать. Но, может быть, есть какие-то мысли, что… Честно, даже не знаю. Все-таки ты давно на рынке? Лишь бы работал. Лишь бы рынок фондовый бы существовал. Когда вот даже такая ситуация была, произошла. На месяц же закрыли фондовый рынок. Я там, конечно… В марте, да? Закрыли фондовый рынок? Да. Я там, конечно, чуть испугался. Потому что я застрял арбитраж. Сбербанк, Сбербанк привилегированная. Там такая ситуация произошла, что Сбербанк начал падать, планку расширяет, а у Сберпреф планку не расширяет. Сколько-то часов было? Два часа, что ли? Полтора часа? То есть Сбербанк уже 80-90, а Сберпреф там 140 было до сих пор. 90 – это уже прямо самый шпиль, по-моему. Да, а Сбербанк-Преф не расширяет планку. Потом только начали постепенно… Не знаю, в общем, может, его забыли. И там аномальное расхождение пошло. То есть почти доходило там… Но Сбербанк же просто выше, до 30% доходило по фьючерсам даже. Вот как раз я там вошел, когда было около 20% на все. Обалдеть. Это как раз все после 24 февраля я еще перенес и застрял в фьючерсах. Ладно, во фьючерсах, а не в акциях. Потому что если бы я встал в лонг и в шорт, за шорты бы мне каждый месяц удерживали бы там… По фьючерсам нет. Единственный момент, что я переживал из-за того, что когда экспирация проходит, а шорты запретили. То есть это же поставочные фьючерсы, могут акции поставить. Я думал, так, больше из-за чего переживал, когда рынок откроет. У меня только будут лонги Сбербанка, шортов-то не могут, шорты запретили, а у меня не будет шортов. Скажет, вот вам, пожалуйста. Я вошел с одним плечом. То есть в лонг и в шорт. Я правильно понял, что ты зашел в позицию и ушел на перенос с закрытым рынком? Да, у меня денег не было, поэтому в течение месяца в долг жил, в другие брал. У меня это просто все на бирже было. Жестко. Жестко. Поделись, пожалуйста, своим тайм-менеджментом. Как ты, каким он был, когда ты начинал? Что ты делал изо дня в день? Раньше я торговал прям целый день с утра до вечера. Я всегда читал новости, разные сайты смотрел, допустим, как forxpf, plan.ru. То есть искал какие-то, ну, информацию новостной. Торги начинались с десяти, я уже где-то с восьми был уже перед монитором. За два часа до начала? Да, уже так. И сейчас такого не происходит. А сейчас у тебя как строится? Я даже никакого новостного фона не читаю. Даже не знаю, даже какая-то, допустим, акция взлетела, даже не знаю, из-за чего она взлетела. Как я делаю? Предположим, пошла акция там в детский мир вверх. Что делаю? Я просто вбиваю детский мир и вбиваю детский мир акции в форум. Заходишь на МФД и смотрю, ага, у МФД, оказывается, у детского мира дивиденды хорошие. То есть это намного быстро, легче информацию знать. Хорошо. Это так тоже открытие, а потом? Я смотрю затем только график. Тоже график наблюдения, график и волатильность. Ну, то есть ты начал, допустим, с восьми утра в десять открытия, поторговал до обеда, пошел пообедал. Или не пообедал. Не пообедал, просто смотрим график, какие-то новостные фоны, но в основном свободное время. Занимаешься с чем хочешь. И затем где-то уже около пяти часов вечера снова перед монитором. Потому что самое интересное движение, я заметил, бывает происходит, это первый час торгов и последние два часа торгов. То есть ты торгуешь в первый час до одиннадцати, потом в свободное время занимаешься своими делами и приходишь к вечеру? Да, все верно. Играем, потом сходить с друзьями сыграть, в кафе съездить, чай попить, футбол. Утренняя, вечерняя сессия? Да, пока утренней нету, надеяться не будет, но это минус. И утром, еще и вечером необходимо вставать, сейчас уже будет, если торги будут начаться в семи, необходимо вставать уже в шесть. Вечернюю сессию часто смотришь? Да, каждый день уже. Каждый день? Каждый день смотрим. То есть даже если нет никакого новостного фона, обязательно? Да, то есть мы необходимым, потому что бывает только какие-то закономерности есть. Единственный минус – необходимо сидеть каждый день до 12 часов ночи. До 12? Да. Потому что в вечеринке сессии завершается без 10-12. Часто случается, что приходится переносить позиции? Да. Но почти процентов 70 все сделки переносим через ночь и через выходные. Это, конечно, да, есть риск после ситуации 24-го года. Но вы переносите и потом закрываетесь на следующий день? Или бывает так, что удерживаете позиции? На другой день сразу закрываемся. Еще в такой момент я использую 1-минутный график. 1-минутный? Да. А какой в этом смысл, если там волатинство немного? Почему? Как я говорил, то есть если ты не умеешь зарабатывать на 1-минутном графике, это не значит, что другой не умеет зарабатывать на этом. Почему? Потому что, допустим, ты поставишь часовой график, ты видишь просто одну свечу час. А поставишь 1-минутный график, ты видишь какую-то там фигуру или там, допустим, уровень формируется в течение часа. Ну, это прямо интересно для какого-то активного скальпинга, наверное. Да, ну, если то, что скальпинга, да, импульсом. Импульс, да. Необходимо, да, какой-то там видно, что там какое-то накопление. А если ты поставишь часовую графику, ты не увидишь это накопление. Ты увидишь просто... Ну, да. Для внутридневного трейдера часовик, он не так интересен, наверное. Нет. Если только не рассчитываешь на какое-то глобальное движение. Да, я использую 1-минутный график. То есть я не торгую прямо поминутно, просто для меня это более информативно. Чем ты занимаешься помимо торговли? Есть ли какое-то увлечение, хобби? Увлечение. Лыжи, путешествую. Вот сейчас я подсел на путешествие. Снегоход, общение с друзьями. Как ты считаешь, существует эволюция трейдера? Допустим, ты начинаешь с торговли внутри дня, затем переходишь на среднесрочную торговлю, инвестирование. Да, есть такое согласие. Но самое-то, когда у тебя уже больше капитал большой, уже больше есть часть капитала, ты начинаешь подинвестировать. Почему? Потому что, предположим, у тебя большая сумма, там, 30-40 миллионов. И сейчас такой рынок сложно войти на этот вес объем. А ты торгуешь на 10-5 миллионов. То есть у тебя основной капитал не работает. Появляется избыток, ты его куда-нибудь распределяешь. Облигация, да. Вот даже сейчас задумался, такой нюанс, вот особенно после СВО, когда там, скажешь, заработок зависит от меня. А хочешь что-то оставить детям. Только какой-то бизнес хочется вложить, за который мне будет аренду хотя бы принесать. То есть какой-то пассивный доход. Да, моим дочкам. Ты сейчас инвестированием занимаешься? В акции нет. Сейчас нет. В акции нет. А во что тогда можно инвестировать? Ну вот сейчас пока есть такие наработки, не знаю, то есть может в аренду, аренда на бизнес. Аренда недвижимости? Да, после пятерочка. Под пятерочком какой-то. А, то есть купить помещение под аренду? Под аренду. Вот товарищ занимается дома, тоже строит. Вот как бы есть такое инвестирование. Но все равно есть пока сомнения в текущей ситуации. Я сейчас пока ожидаю. А чего ждешь? Может, будет произойдет. Я, ну, не знаю, как постепенно заметил, что бывает такой момент, когда ждешь, происходят какие-то моменты, а есть какой-то интересный объект, а бывает денег нет. А если наоборот, деньги есть, ничего нет. Сейчас я пока жду. Я надеюсь, что что-то будет интересно. Вот такой купить. Какой-то объект для того, чтобы... Вложить. Вложиться, да, в аренду. Даже как там, почему, как говорили, было какое-то исследование. То есть самый большой бизнес, который, то есть, происходит, переходит из поколения в поколение, 2% бизнеса, это аренда недвижимости. Как трейдинг повлиял на тебя психологически? Как думаешь, есть ли у тебя какая-то профессиональная деформация? Да, нет, такой нет. Для меня как бы даже положительно. Наоборот, даже я рад, даже там и жене говорю, друзьям, я рад, что вселенная преподнесла мне фондовый рынок. Я сейчас, потому что наслаждаюсь. Ты к месту не привязан. Ты, самое главное, чтобы был интернет, вай-фай. Я даже как-то помню, даже до ПФУ едешь по дороге, в одно место такое интересное есть. Там березы, лес, озеро. Я останавливаюсь, не спеша там, связь есть, открывай ноутбук и торгуешь. Там хватает, надо часа два зарядкой. Это просто кайф. За первые пять лет торгов ты наверняка же нервничал, потому что что-то не получалось. Ну тогда да. И это же повлияло, наверное, как-то на психику. Я не говорю о том, что ты там стал психиком каким-то. Нет, я по жизни какой-то более спокойный, что сидит на человека. Для меня таких нет, таких потрясений таких не было. Единственный момент, когда там брокс-компания обанкротилась, Ютрейд, в восьмом году. Да, тогда был. Тоже. Бессонная ночь, это психологический момент. Бессонная ночь. А что там была ситуация? У тебя там были деньги, да? Она обанкротилась, то есть деньги не вернули. А много было? По тем временам для меня около миллиона много было. Это какой год? Восьмой год. В конце восьмого года он там обогротился. Ютрейд, она была в 20-й крупнейшем. А как ты восстанавливался после этого? Это такой серьезный удар, мне кажется. Я же когда уволился как раз тоже в восьмом году, я с пятого начала года заниматься, около где-то чуть больше двух лет не зарабатывал, потому что вверх-вниз было там. Но ты начал когда-то зарабатывать, то есть когда я уже уволился тогда, когда уже где-то зарабатывал, я начал зарабатывать в 3-4 раза больше, чем зарабатывал. И в чем плюс, не надо сидеть как на работе, в одном кабинете, с утра до вечера, здесь просто кнопку нажал, раз, купил, продал, и у тебя уже там недельная зарплата. И много времени с собой заниматься. То есть три года ты совмещал, да? Да. Мне повезло, потому что я еще работал там бухгалтером. А ты совмещал именно на работе? Да, а я же бухгалтер. А, то есть там начальство позволяло, да, торговать? Параллельно. Надеюсь, они с ним не посмотрят. Я вид пока давал, что работаешь, а сам торгуешь. А они до сих пор работают? Вот эта компания, которая... Да, да. Недавно заезжал тоже в гости. То есть профессиональной деформации, ты думаешь, никакой у тебя не было, ты сам по себе достаточно спокойный, да? Мы коснулись сложных периодов. То есть как ты выходил-то из этой ситуации, когда ты отдал, потерял много денег? Как вернуться? То есть можно же, допустим, занять деньги, положить на счет, начать торговать, и просто из-за того, что ты в неадекватном психологическом состоянии отдать это все? Нет, самое главное, что меня успокаивает, то, что я умею зарабатывать деньги на фондовом рынке. То есть поэтому я просто что делал? Когда даже денег не было, я взял кредит, инкредитные деньги, начал постепенно. Очень рискованно. Да, но если бы я не зарабатывал, да, все согласен, рискованно. То есть должна быть уверенность в своих силах, да? За год я там уже даже кредит закрыл. И дальше. Восстановил и закрыл кредит? Да, да. Обалдеть. И тем еще кредит брал. А зачем еще потом? Ну, увеличил там, как мы с тобой говорили, хотелось побольше, чем больше денег. Рабочие объемы, да? Да, чем больше денег, тем лучше. А брокер не давал плечей? Или было недостаточно? Давал, но хотелось больше жадности. А, жадность. А потом уже все. А как бороться с жадностью? Вот это не знаю. Это никак не вопрос. Я, по-моему, задавал этот вопрос кому-то, и знаю, вот с кем мы снимали интервью. Есть же такая проблема, что прям жадность иногда берет вверх, и вот с ней не получается совладать. И это приводит к каким-то проблемам. Я, например, допустим, даже не боюсь получить убыток. Я сейчас как-то, я помню раньше... Не боишься? Нет. Раньше такие движения были. Даже плюс 5 тысяч, плюс 100 тысяч эйфория, минус 100 тысяч депрессия. Сейчас как-то... Вот даже недавно была такая ситуация, я получил за одну минуту, я все лишь одним ноликом обшибся. Одним ноликом? И нарисовал свечку? Наверное. Это еще по Газпрому, когда был такой информации, ждали от дивидендов, ну, второй раз уже. Она сначала уже вниз ходила, была планка 196 или 195. Отскочил. Я сидел в позиции, 6 тысяч бумаг. 6 тысяч. И прямо, допустим, прямо сидели, и раз, происходит еще такой залив. Ну, думаю, все, знаешь, походу, наверное, нужно второжить наверняка. И начинаю продавать по рынку. То есть я начал продавать с 212 по 210, а взял посылок 210. И вместо 6 тысяч продал 60 тысяч. Обалдеть. Да. И за одну минуту, а затем, а еще сразу не сознаешь, я же так сразу не понял, потом перехожу в портфель, смотрю и начинает. И затем в течение, даже по графику есть, в течение одной минуты 210-208 каждого. А в течение этой же минуты уже торговался. 222. А затем у нас было закрывать, а еще новость не вышла по дивидендам. Думаю, сейчас еще новость выйдет, скажет, что дивиденд объявили. Объявили, да. Будем платить, и она просто улетит. Я просто пока закрывал от 222 до 225. 54 тысячи бумаг у меня было. В шортах. Это был самый большой мой убыток. Всего лишь 1 миллион. А сколько это в деньгах в абсолютных величинах есть ли? 10 миллионов. Обалдеть. Это был следующий вопрос как раз. Ты сам к нему подошел. Ну, блин, да, это серьезно. Это самая большая. Это просто вот одна как бы поспешность, потому что я поспешил, и просто вот я быстро отбил, но нолик. Человеческий фактор. Это, да, просто фактор. Поэтому как бы даже... А быстро восстановился после этого? Нет, пока еще не восстановился, вот недавно было. Все еще восстанавливаешься? Да, постепенно, да. Неактивная торговля, да? Потому что неактивная торговля, сигналов не так много. Нет, я имею в виду не в плане то, что счет не восстановился, а ты именно психологически. Или для тебя это нормально? Нормально, потому что, как ты говоришь, это просто фактор. Да, как бы вот... Сам виноват. Что делать? Вот просто. Гораздо обиднее, если бы это была какая-то техническая ошибка, знаешь, там зависло что-то. Да, такой там... Тогда бы, мне кажется, было значительно. А тут просто ошибся ноль. И так это быстро произошло, даже не успел осознать. А какой у тебя лучший результат за день, если не секрет? Чтобы понимать соотношение убытка и прибыли. 12. А на чем это было? Помнишь? Газпром. Тоже Газпром? То есть, получается, ты просто вернул? Да, поэтому... А это было, ну, получается, до этого было? Да, да. То есть, он мне и отдал, и забрал. Это тоже ситуация с дивидендами, да? Да, да. Как раз, то есть, я ходил, и вот я на третьей планке сдал Газпром. По 160, сколько там было. Там же решили планку, потом еще вторая планка была. А на какой объем ты там стоял? Помнишь? Не помню, но, допустим, сколько там было. В лотах, в акциях? Ну, больше 30 миллионов. Около 14-15 тысяч. Солидно. Классно. Какой период в торговле тебе запомнился больше всего? Есть ли, может быть, какой-то год? Либо... Это для меня, когда все перешло на новый уровень, это когда пандемия. Когда помнишь, что вот за полтора месяца, то есть, американский фондовый рынок, да, за полтора месяца акции бумаг упали на минус 70-80-85%. Для меня это был какой-то более переломный момент. А что случилось? Что произошло? Что щелкнуло? Для меня, как раз, я суждал, что компании, которые даже ни один квартал не получали убыток, и просто упали на минус 70-80%. Дельта, аэрлайн, сандуки. Вот такие, как Карнивал и все. Я начал просто их скупать. А, скупать. Я, наоборот, их начал скупать, когда уже был в Изо. Даже вот я и публиковал тогда в Инстаграме. И для меня вот поэтому сейчас очень хорошо заработал. То есть у тебя опыт торговли и с Америкой тоже? Да. А как ты скупал их? Получается, у тебя российский брокер, и ты через него покупал? Да, через БКС. А, через БКС, обращаю? Да, у меня подключил. И ты начал сдавать, когда уже все отросло? Да, когда уже 40-80%. Это уже среднесрочная торговля? Да, я начал, часть я не на весь объем, то есть часть начал покупать. И сам интерес, как я делал. Там же не весь сразу взрыв пошел вверх. Да. какой-то, допустим, там Дельта Аренас пошел вверх, а Карнивал стоял. Он плюс, допустим, за 2-3 дня там 40-50 я продавал, а другие начал покупать, которые еще не выстреливали. И вот так. Такой среднесрочный скальпинг получился. Да. Была там очень интересная эйфория. Просто. А в чем была идея откупать? Ну, было же очень страшно в тот момент, потому что... Ну, я на весь покупал депозит. Развитый. Все равно это значительная часть. Все, был, да. Многие как всегда на пульсе держал. Да, там тоже вот эмоциональный такой был тоже. Среднесрочный скальпинг. А там еще как, допустим, я заработал, когда там тоже вот почти за неделю больше 100%. У тебя же прибыль есть уже? И ты уже сфагически готов, то есть, ага, что я готов там потерять этот 100% 50%. Ну, как вот Газпром. 12 дал, 10 забрал. И поэтому как-то, ну, ну, ладно. Это как будто месяц не поторговал. А сколько в процентном выражении получилось за период? Так, плюс-минус. Газпрома, который? Нет, я имею в виду вот пандемийный период. У тебя был какой-то счет. Ты откупал Америку. Она отросла. А вот за этот период сколько получилось? Да, там за 3-4 месяца здесь 600%. Обалдеть. Серьезно? Угу. Почему мы с тобой тогда не разговаривали, не общались, не обсуждали? Существует ли на твой взгляд лучшее время для того, чтобы начать торговать в возрастном исчислении? Вот когда лучше всего начать торговать внутри дня? Ну, например, молодому лучше или уже, или не важно? Да нет, я думаю, что не важно. Ты во сколько начал торговать? Так, если там 18 лет, ну, где-то 24, кажется, что ли, где-то примерно 23. Ты молодой начал. А если бы ты начал там в 35, как ты думаешь, было бы сложнее? Я думаю, да. Сейчас может. То есть, есть все-таки... Я считаю, это помогло то, что я по Рэшу пришел, рынок тогда был, там столько было неэффективности. Это сейчас, конечно... Ну, это ты сейчас понимаешь, тогда же ты наверняка не понимал этого? Да, не понимал, а сейчас, да. Это сейчас наоборот. Может, все разъели, роботы там, биржа, там начинают какие-то ограничения вводить. Как понять неэффективность? Как вот распознать ее? Ну, так я говорил, там, пацану аукциона, который не... Ее все видит, но как ее достать? Откуда загрузить? Как использовать? От какого процента соотношения считать? Вот, есть такие... Какой может помочь инструмент в этом? Ну, чтобы вот распознать просто наблюдение? Только через наблюдение. Необходимо наблюдать, смотреть, делать статистику, выводы, то есть даже по своим сделкам, когда вошел, то есть какой бы ты получил, стоит ли переносить на ночь. Например, бывает такое, что если какие-то акции хорошо отрабатывают, а, например, вот, допустим, распадская, по системе вхожу, как по другим бумагам, она, допустим, из 10 сделок 6 не отрабатывалась, 4 отработалась. И поэтому для себя делаю вывод, что распадскую убираю. Даже если бы есть сигнал, мы уже знаем, что она по статистике не отрабатывает. То есть это опыт. И финальный вопрос. Будь. А я его зачитаю, как обычно. В этом бизнесе, если вы хороши, вы правы 6 раз из 10. Вы никогда не будете правы в 9 случаях из 10. Питер Линч. Какую статистику должен вести трейдер? Во-первых, в своей торговле, как он торгует, как у него... Прибыль-убыток. Да, прибыль-убыток. Потому что ты видишь, что если у тебя счет вверх и не искалеблется, значит, что ты что-то не правильно делаешь. Или закономерность. Это не рабочая. Вот как я говорил, допустим, по распаду, значит, не входить. Делать выводы. Учиться на ошибках. Многие не делают выводы. Самый интересный, как я говорил, многие понимают, из-за чего получают убытки. Как их делать? Ну, смотри, ты начинающий трейдер или пусть даже не начинающий, 2-3 года торгуешь. Понятно, когда тебе со стороны кто-то может сказать. Вот так делай, так не делай. У кого опыта больше? Мы все время учимся на ошибках. Так и в жизни. Тут тоже так же. Например, допустим, акция падает. Многие что делают? Я самые большие убытки получал, заметил в свое время. Усреднение. Это в свое время, когда, например, акция падает, покупаешь, она еще ниже, усредняешься. Еще потом уже плечи, затем начнешь что? Сомнения. А сомнения всегда будет в торговле. В каждой сделке будет сомнение. А на все нижнее начинаешь все. Стратегия молитвы. Там начинается уже. И продаешь. Или сейчас сделай выводы, что вот я больше так не хочу сделать. И усреднение как бы, ну... Исключил. Исключил, но есть одна закономерность, когда я использую усреднение. Но там тоже все четко прописано. И прописан, какой я максимальный убыток готов получить. Это где-то примерно около максимума 2% убытка я получил. С потенциальной прибылью в 2%? В 2-3% да, тоже. Плохая статистика. Но самое интересное, прибыльных сделок намного больше, чем убыточных. Да, это важно. Поэтому статистика вроде бы один к одному. Я тоже не понимаю, почему многие решили, что один к одному это плохая статистика. Потому что... Если статистика намного больше прибыльных сделок, ведь статистика вроде одна к одному плохо, но при этом статистика по стратегии показана много больше положительных результатов. Ты бы использовал такую закономерность? Нет. Почему? Мне это не подходит. Не знаю, почему-то мне кажется, что... Один к трем? Я бы себя... Да один к трем это тоже мало. Просто есть пробойные ситуации, например, представим, что ты рассчитываешь взять пробитие того же уровня, вот мы с тобой разговаривали, Сбербанк 160. Пошел импульс, ты зашел в пробитие. Произошел в кат. Какой смысл ждать какого-то там движения, ну, развития? Может быть, ложное пробитие, пойдет движение в противоположную сторону. Ликвидируй позицию с минимальными потерями и все. Либо, если ты взял пробитие и оно идет, ну, соответственно, у тебя стоп там либо в безубыток, либо в небольшой минус, да? А ты можешь взять условно к этому минусу там x10. Может быть, да. Понимаешь? То есть, мне вот это больше подходит. Когда я понимаю, что мои убытки значительно меньше потенциальной прибыли. Психологически. И все так торговал? Нет, не всегда. Нас учили по-другому, к сожалению. Я может привыкать, у меня такая может привычка выработалась. Я вот почему-то минус то, что я не могу так долго держать позицию. Ну, наша задача заработать. А как мы это делаем, это уже каждый по-своему. Я себе такие движения, сейчас даже вспоминаю свои сделки, если бы такие движения ловил, раз в пять, наверное, был богаче. Как ты говоришь? Видишь, как хорошо. Спасибо тебе за интервью. Надеюсь, было всем интересно и полезно. Ставьте свои трейдерские лайки, пишите обязательно комментарии. Кого бы вы хотели видеть еще на интервью. И всем хорошего трейда. До свидания. Счастливо. Спасибо большое. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok